По прошествии трех лет, со дня кровавого теракта в Харькове возле Дворца Спорта, унесшего наилучших людей, харьковчан, жизни четырех человек. Это великая трагедия. Как и каждый день на войне, он есть трагический. По прошествии этого времени, многие после усталости семей погибших, бороться в судах, после усталости от коррупции всего народа украинского, у многих сейчас возникают инсинуации насчет этих кровавых событий в Харькове. Это же, конечно, не значит, что все инсинуаторы – сепары или ватники. Среди них есть вполне порядочные люди и патриоты. Но через их эгоцентризм, через забывчивость и через естественное природное эмпирическое желание от человека вознестись над тем, что когда-то считалось не в его пользу. Но ватники и сепары и просто враги смотрят на это все и не только крутят пальцем у виска и указывают. Смотрите, какие они украинцы, интересные люди. Их взорвали, а они еще, вдобавок к этому, грызутся тут между собой. Цирк полнейший. Ничего не поделаешь. Приходится переходить и переходить и через этот цирк. Поскольку мы хотим установить правду и справедливость. То есть в чем главная инсинуация инсинюирующих? В том, что харьковчане, Майдан, Евро и тому подобное разделился на две колонны. И что надо было бы идти в той колонне, в которой теракта, взрыва сепарского не было бы. Представляете? Представляете, в чем главная изюминка цинизма? В том, что надо было идти с властью, с облдэш, постоять там с плакатиками возле памятника Шевченко. И тогда точно бы никакого теракта не было. А так как вы пошли туда, ко дворцу спорта, значит теракт должен был быть. Но за день был тоже я на кардрате вот этого события. И там были представители, которые отговаривали, говорили, что давайте пойдем все-таки к памятнику Шевченко. Давайте пойдем с властью выступать. Не надо идти там куда-то ко дворцу спорта. Но ни один из них не замолвил, а ни жодного словечка о том, что намечается или будет, или возможен теракт кровавый. Даже не предполагалось, что что-то будет. Об этом не говорилось. Просто говорилось, не надо идти туда. Представляете, каково сейчас и каково было вот это все после теракта самого. Слушать людям, которые остались живы, и слушать людям, у которых погибли. Те, благодаря кому другие остались живы. Потому что они взяли на себя осколки смертельные. Они погибли, унеся с собой свою жизнь, отдав свою кровь за тех, кто остался сзади них живыми. Теперь эти живые слушают вот эти инсинуации со стороны тех, которые вообще никуда не пошли. И явно, получается, знали о том, что будет теракт, и не сказали. Как на все это смотреть сейчас? Как со всего этого тешатся сепары? И исходя из причинно-следственных связей того Майдана, который был на 15-й год, следует сказать об этом, что почему было две колонны. Да потому что люди тогдашнего сорта, тогдашних мозгов, тогдашнего сердца и тогдашнего уразумения, эмоций и патриотизма, они, видя котлы порошенковские, они, видя предательство, они, видя штабных крыс у власти, которые сдали Иловайск, ввели добробаты туда и продали-сдали, сами смылись. И на этом купили, как галитей, себе дачи в Лондоне, в Англии. Видя всю эту гадость, паскудную, на крови Майдана, которой не было расследования, и тому, тому и тому подобное, эти люди, ну, просто по своей истоте просто не могли идти с властью на какие-либо шествия, ходы, митинги и тому подобное. А поскольку дворе спорта это самое знаменательное место и самое значимое место было для Харькова, поэтому и решила Кардрада, тогдашняя, в тогдашнем составе, идти именно туда, а не стоять с подмоченной наглухо тогдашней властью какой-либо, сдавшей Крым, Донбасс, сдавшей добробаты наши, которые начали здесь, эти добробаты, быть преследуемыми и взрыванными, как это было с батальоном Слобожанщины. Поэтому люди не захотели идти с властью. Это настолько просто, настолько причина следственная, что это очень даже, очень просто для разумения даже младенцу. То есть идет кровавая война на фронте, а здесь цивильные, простые гражданские люди должны сидеть и чавкать, заниматься херней, не протестовать, не помогать нашим добробатам, не помогать нашему ВСУ, нашим бойцам, солдатам на фронте, получается. По этой логике можно вообще никуда было не идти. И можно по этой логике также и солдату никуда не идти. А идти не в сторону передка, и там подорваться то ли на мине, то ли быть застреленному, то ли уничтоженному, испепеленному через грады. А можно идти в сторону Житомира, к примеру. Там уж точно будет с ним было бы все в порядке, с этим солдатом. То есть по мере приближения этого солдата к Житомиру, фронт автоматически бы с врагом, с путиновским российским оккупантом, перемещался бы тоже к польским границам. Выходит по этой логике, что никто уже никуда ничего не идет, ничего не надо делать, а все оно минается само собой. Другая сторона. Естественно, если бы кто-то догадывался из организаторов, а они погибли, это Игорь Толмачев, что там будет хоть приблизительно какая-то вещь, похожая на теракт, ну, в принципе, принципами, ну, зачем идти на амбразуру просто на смерть из-за просто годовщины. То есть, с одной стороны, это очень важная дата, очень знаменательное место, чтобы там пройтись. Но, зная о чем-то страшном, зная о чем-то готовящемся, организатора бы организовали возле 20 спорта, с другой стороны. То есть, объявили в одном месте, организовали бы, самоорганизовались бы в другом месте, провели бы ту же самую ходу с флагами по всему Харькову, чтобы это было видно всему миру, как и хотели организаторы провести, чтобы ничего никто ничего не боялся. Но пошли бы другим бы маршрутом и остались бы, слава Богу, все бы живы. По логике вещей и мстительности путиноидов, вероятно, чтобы теракт при неудавшейся спробе, пробе в 15-м году, возможно, его бы повторили в 16-м, в 17-м, в 18-м, в каком-либо угодно. Да покуда не будет это отомщено. Но это уже было бы другое, абсолютно другая вещь. Это гадание, которое очень близко к реальности, к событиям, которые сейчас на Донбассе везде. Ну, а реальность такова, что просто не предупредили и тем самым этим трусливым, малодушным непредупреждением а идите, не хотите с нами с властью, не хотите власти, не хотите коррупции подлизывать, идите себе там, взрывайтесь себе на здоровье. Вот такая у нас власть уже сколько, 26-27 лет. Если бы не такая власть, то и такой бы и народ бы не был. С другой стороны, если бы не такой народ не был бы таким народом, то и власть бы не была такой бы. То есть и бороться нужно. И показывать, что ты не боишься, что ты украинец, что твой народ не боится, что Русь киевская, сколько же можно уже, столько веков, не боится. Но с другой стороны, и нужно это делать умно, чтобы не приходили какие-то московитяне и не палили, как древний Киев, как древнюю киевскую Русь. Нужно это делать умно, не подставляясь, чрезмерно, чтобы жертвы не были, как при Жуковых, коммуняках, портократских, которые людьми распоряжались, как сметям, как мусором. ГУЛАГи, расстрелы, голодоморы. Плевать на людей. Тут получается, некая параллель существует тоже. И эту параллель весь мир, все харьковчане, все украинцы, вся Украина увидела 1 марта. Кровавое упокорение и издевательство маленькой кучки патриотов, которой осталась облдэш-администрация. А остальные убежали, утекли, унесли свои теплые дупы и приготовили их к власти. Та самая параллель, о которой писали Симон Петлюра, Тарас Шевченко и многие-многие другие украинские полководцы. Те самые параллели, о которых говорит сейчас Саакашвили. То самое трусость, низость, жадность, воровство. Вот что движет людьми, которые бросают своих. Ради власти, ради бабла своего, ради Мальдив, ради Сейшел, ради своей вонючей смердячей семейки, за которую гибнут на передке самые лучшие украинцы. То есть тех, которые предлагают вообще никуда не идти, ну это ватники, это бесполезно их слушать, а те, которые предлагают идти той безопасной колонной, в которой ничего никогда не случается, ни на войне, ни везде. все живы, все нормально. Бери кресло свое, блин, с Верховной Рады и айда на войну. Телек включил, вот тебе и война. То есть, чтобы идти в колонне безопасной, нужно, чтобы не было коррупции, нужно, чтобы эта колонна была обеспечена. Броневая защита с воздуха, со всех, со всех, со всех вещей, которого не было нигде, ничего у добробатов. Стрелковое оружие, там, БТРчики, пара базуки и тому подобное. Вот они пошли, а мы тут, значит, не пошли, получается. Мы тут должны сидеть, сопли жевать, выходит. А та колонна, что вообще никуда не ходит, и она безопасная колонна, она сейчас до сих пор в полномажуре и безопасности. Ездит на Мальдивы и на Сейшелы. То в какой колонне нужно быть украинцем, чтобы и победить, и чтобы вот эти гнид, которые ходят на сейшельские и мальдивские колонны, не было нигде в Украине, они где-то были там, поза Украиной. Вот как быть, с какой колонной идти, чтобы и победить коррупцию, и чтобы сейшельщиков победить, и чтобы и бойцы в этой победе, победоносной, живы все остались. И безопасности были. Так что теперешние ухмылочки вот этих мудрецов, которые говорят, ха, ну вы ж глупые, вот в чем ваша суть и вина. Не надо было идти туда, она была идти, с обл.д. с коррупционной владой вместе постоять, с властью, поподлизываться к ней. И тогда уж точно никаких терактов не было. Потому что вот как вы не старались, как не старались, вот пришел винницкий Ягуар и зачистил обл.д. и администрацию, и все нормально. Зря выходили на эти теракты, получается. Ну почему что да, ни винницкий, ни донецкий, ни Житомирский, ни Закарпатский, ни Львовский, Ягуар, Альфа, Ромео, не зачистила ни Донбасс, ни Крым. Получается, сдали. А сдал кто? Договорняки сдали. Такие договорняки, которые были, когда часть осталась в обл.д. администрации перед 1 марта, а другая часть свалила в теплые кресла. Вот так и получается. Вся Украина кровавая это вечный договорняк с каким-то таким узлом Гордеевым, который никто не рубает и не собирается рубать. Да когда же это наступит, вот это рубание паскудного, предательского узла, до сих пор никому не известно. Ну ладно, много не наговоришь, потому что морозец уже минус 14 поджаривает, пора в теплое место идти. Что не скажешь о бойцах на фронте, у которых еще до теплого места идти и идти. И для бог, чтобы они пришли живы к этому теплому месту и к своему семейному от шагу. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!